Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Всем привет! Это Малоземов проверит. Сегодняшнее видео посвящается моему большому другу, популярному блогеру Сан Санычу Богомолову, который тут в одном из комментариев попросил рассказать про сырое мясо. Чем оно опасно, чем оно полезно, что об этом знает наука? Рассказываю. По поводу пользы. Честно говоря, особых преимуществ сырое мясо перед приготовленным не имеет. Потому что когда мы выбираем мясо для нашего рациона, мы чего от него хотим? Мы хотим белка, чтобы наши мышцы не слабели, и мы хотим, ну, пожалуй, три основные вещи. Белок, железо и некоторые витамины, как витамин В12, которые не содержатся в растительных продуктах. Так вот, ни один из этих трех базовых компонентов не становится каким-то менее доступным или там его просто, ну, меньше не становится от термической обработки. Поэтому речь идет про стейк или про тартар. Тут дело вкуса. Что выбирать? С точки зрения пользы разницы особой нет. И даже термическая обработка делает белок более доступным, ну, доступным для нашего пищеварения. Потому что уже как бы плита делает часть работы за наш желудок. И нам проще усвоить, проще расщепить эти мышечные волокна и пустить их на какое-то благое дело. Ну, другое дело, что если мы пережариваем, то там начинаются канцерогены. Про это тоже не стоит забывать. Слишком выраженная корочка. Это тоже не очень хорошо. Тем более приготовление на углях, когда обугливается что-то дочерно. Это может быть вкусно там в каких-то проявлениях, но тоже не очень полезно. Сырое мясо – это деликатес. Это такой, как бы сказать, вкусовой аттракцион. Когда приезжаешь в Италию, в Германию, в некоторые другие страны, где активно это едят и любят, там это просто интересно пробовать как экзотику. Как что-то такое, ну, связанное не только со вкусом, но и с каким-то элементом опасности, что ли. Кому-то нравится вкус, кому-то нет. Где-то готовят лучше, где-то хуже, где-то вкус этого мяса тонет в специях, где-то он хорошо выражен. Это все кулинары, и кулинарные блогеры вам лучше меня расскажут. Я же только должен тут упомянуть про проблему безопасности. Я рискнул съесть сырого мяса только вот в том месте, которому я на сто процентов доверяю. Где есть какие-то рекомендации, где вот местные рекомендуют, если где-то это в поездке происходит. Но вот взять самому в магазине, купить мясо, его порубить, и дальше там какой-то тартар из него приготовить, или что-то там, какой-нибудь мед бретхен немецкий, пожалуй, не стану. Потому что, ну, опыт работы в программе «Еда живая и мертвая» говорит ни о чем. О том, что наша система санитарного надзора, наша система выдачи сертификатов о том, что продукт безопасен, она, мягко говоря, далека от совершенства. И постоянно мы наблюдаем, делая наши экспертизы, снимая там какие-то эпизоды на рынках и так далее, мы видим одну и ту же ситуацию, что производитель, продавец чаще, получает сертификат на какую-то одну первую партию своего товара, а дальше под видом этой вот партии начинает привозить все, что угодно продавать. И сертификат не имеет никакого отношения к товару, который реально продается. А сырое мясо – это довольно, ну, такой потенциально опасный продукт. Во-первых, в смысле того, что там могут быть бактерии, оно просто может быть несвежим, но это еще ладно. Важно тут, что там могут содержаться, к сожалению, паразиты, в том числе такие, от которых, ну, не очень легко вылечиться. Я вам не буду рассказывать, как выглядят бычья цепень, трихинелла в свинине и так далее. Это все крайне нежелательные для нашего здоровья вещи, скажем, мягко. А трихинеллез – это такая штука, от которой болит все тело, и может все смертельным исходом закончиться. И в том числе, как считается по этому, свинину в свое время запретили вот в нынешних исламских странах, в Израиле ее не едят. Ну, это… Есть такой риск, про него не стоит забывать. И есть сырое мясо, особенно свинину, это в наших условиях такая немножко русская рулетка. Поэтому мой выбор – либо это какой-то очень хороший ресторан, которому я доверяю, либо это все-таки в Европе, где контроль поставлен получше. Признаем это честно. Ну, а в целом, это кулинарное приключение, это не то чтобы прям суперполезная вещь, но это интересный опыт. Это новый вкус. Это примерно как, не знаю, поесть насекомых один раз в жизни. Может, один раз в жизни больше и не надо. Вот такое мое отношение. Сам сырое мясо постоянно не ем, но если подвернется какой-то интересный рецепт, то с интересом попробую. Здоровья! Приятного аппетита! Пишите новые темы, подсказывайте что-то в комментариях, с интересом их читаю. Новые ролики по понедельникам, средам и пятницам. Увидимся!